всем привет вы на канале шить для себя это удобно сегодня в видео я расскажу как смоделировать такую простую рубашку без вытачки на женскую фигуру если вам интересно то смотрите видео дальше если близко рассмотреть рубашку то у нее есть манжет манжеты обработаны кантом планкой рубашечный воротник на стойке тоже обработан кантом со стороны спинки нет кокетки обычно простая спинка и внизу внизу я вам покажу впереди она немножко короче а со стороны спинки немножко длиннее принципе все вот такая простая рубашка сегодня вам покажу моделирование а в последующих видео покажу обработку воротника с кантом и в последующем обработку манжета с кантом приятного просмотра перед вами базовая основа моя непосредственно полупрегляющего силуэта она построена с обхватом к с прибавкой обхвату груди 6 сантиметров вот что же будем делать дальше для рубашки берем базовую основу укладываем совмещаем все точки и посмотрите как отличается моя базовая основа прилегающего силуэта и платья по спинке расширяем на полтора сантиметра делаем ровную линию вниз затем вот здесь вот опускаемся вниз на 4 сантиметра еще сверху положу так будет удобней по этому макету по этой выкройки отработанной я отшила рубашку для того чтобы вам показать как это выглядит как можно свою базовую основу изменить и получить хороший результат вот здесь на 4 сантиметра углубили основу вот и игнорируем вытачку по спинке и обратите внимание вот здесь поднимаемся вверх на два сантиметра здесь два сантиметра эти два сантиметра они срезаны с передней половинки то есть они добавились искусственно и здесь по ростку я добавляю потому что для легкого платья вот этого достаточно а для рубашки я поднимаюсь еще и простки это моя особенность такая значит расширяем плечо игнорируем вытачку вверх как я уже сказала на два сантиметра а в сторону на 6 сантиметров спинку но не забываем что здесь у нас вытачка и всего будет где-то 8 сантиметров плюс к длине плеча если у меня длина плеча 12 то общая длина здесь получилось 21 вот таким образом и все и спинка для рубашки готова для тех кто хочет сделать кокетку спускайтесь где-то на сантиметров 12 вниз делаем линию ну и так далее здесь все очень просто со спинкой мы закончили теперь приступаем к передней половинке переднюю половинку я специально разрезала вытачку чтобы показать вам куда ее нужно открыть для того чтобы легко смоделировать то есть вытачку закрываем от точки горловины и открываем ну куда-то в плечо приблизительно вот что получается получается что пройма практически совпадает на 1 сантиметр буквально мы опускаемся вниз вот видите вот и в моем случае мы увеличиваем плечо до 21 сантиметра у всех вытачка разная поэтому на это нужно обратить внимание у меня 21 поэтому я делаю плечо 21 вот таким образом добавляем полтора сантиметра на линию полузаноса и потом еще добавляем на планку и еще на подгибку планки то есть еще от середины добавляем полтора плюс полтора и плюс сантиметр это будет планка по боку добавляем 2 сантиметра то есть спускаемся на 1 и добавляем 2 и все и проводим линию вниз значит по линию низа я просто дело макет и начертила линию по себе значит от линии талии вниз по переду у меня 20 ну пускай 4 сантиметра а по спинке наверное 27 чуть чуть длиннее вот и и все что нужно сделать и обратите внимание да что вот моя базовая основа и здесь вот здесь я отрезала и добавила к спинке это тоже очень важно то есть здесь мы отрезаем и добавляем к спинке никуда ничего не исчезает и теперь вам нужно замерить линию проймы по спинке по переду и то же самое по линию проймы по спинке теперь рукав рукав рубашечный значит ширина и в моем случае 47 сантиметров это свобода от обхвата руки 11 сантиметров у меня 36 значит затем от этой точки как мы получаете получаем эти 47 22 и 5 это передняя половинка и 24 5 это задняя половинка длина проймы переда и спинки равна 47 сантиметров если мы ее вот такой линии поделим на участке спинка всегда длиннее на 2 сантиметра чем и передняя половинка длина проймы именно теперь мы вверх поднимаемся на 9 сантиметров проводим линии затем эти линии делим на 3 со стороны спинки поднимаемся на 18 и линию и скругляем до точки 1 3 опускаемся на 0 7 и выходим все линия по спинке готова по полочке тоже самое делаем опускаемся где-то на 0 9 на 1 3 и здесь поднимаемся на полтора сантиметра длина рукава моем случае 50 сантиметров вы замерьте длину плеча плюс длину рукава и вам будет ясно если от общей длины отнять 21 сантиметр какая ваша будет длина руки значит внизу в моем случае сейчас 32 сантиметра складка находится на середине задней половинки длина ее 10 сантиметров затем через сантиметр делаем складочку 4 сантиметра через сантиметров 3 сантиметра значит как вы вырезать манжет обхват руки измеряем затем добавляем 2 сантиметра и плюс еще 2 сантиметра на обработку и сюда вот в этот участок втачиваем теперь что нужно сделать для того чтобы покроить воротник нужно измерить длину по переду горловины и длину горловины спинки измеряем вот это расстояние и это расстояние длина по горловине равна вот точно также половине стоечки стойка выглядит следующим образом я сейчас начерчу все ее размеры чтобы вам было понятно если мы приложим по горловине то мы четко выйдем на эту стойку вот и отлет будет равен вот так воротничек выглядит до линии полузаноса теперь я начерчу для экономии бумаги вот здесь и расскажу о всех размерах и как нужно его покроить так выглядит воротничок 22 сантиметра угол прямой и и длина вправо 22 сантиметра поднимаемся на два с половиной сантиметра с левой стороны откладываем длину уростка вот ставим отметку и от этой линии плавной линии соединяем эти две точки затем поднимаемся на два с половиной сантиметра и плавной линии соединяем точки через два с половиной везде здесь два с половиной и округляем стоечку как нам нравится затем через 3 сантиметра делаем плавную линию которая повторяет линию вогнутую по стойке затем 5 сантиметров вверх и оформляем таким образом воротник хочу вам сказать что вот это воротник короткий можно сделать его любой вот например вот такой это же будет красиво мой воротник похож приблизительно на вот такой значит чуть чуть дальше линии 22 на полтора где-то сантиметра вот так и вверх на 1 сантиметр то есть здесь 5 здесь 6 и в сторону еще полтора сантиметра мой воротничок именно на рубашке вот такой ну а как шить воротничок и как изготовить манжеты я вам расскажу последующих видео если вам понравилось им к то ставьте пальчики вверх нажимайте на колокольчик чтобы первыми узнать о всех новинках которые выходят на моем канале и всем творческих успехов шейте